Всем привет! Это программа Каренина на Авторадио. В гостях сегодня певица Елена Темникова. Идемте ее встречать. Елена, привет! Я очень рада видеть тебя в своей программе. Предлагаю покататься и поговорить про автомобили. Поехали? С удовольствием. Давай начнем по порядку. Где и когда ты училась водить автомобиль? Я учила правила дорожного движения на сайте ГИБДД. Как хобби, как развлечение, как домашняя игра. Мне нравилось отвечать, получать сначала 16, потом 18, потом 20 из 20. Как давно это было? Ой, это было очень давно. Я не помню, но лет 7-6, не знаю. Давно? А потом я прилетела в Омск, где, собственно, прописано, чтобы получить права. Тогда не обязательно нужно было учиться в школе, можно было просто прийти и сдать. Так вот, я прилетела в 5 утра, экзамен был у меня примерно на 8. И, значит, с 5 утра папа учил меня вообще водить машину. В тот день я впервые сел за руль. Я помню уже рассвет, нервный папа, который кричит, «Ты мне сейчас сожжешь сцепление, доченька, у меня единственная машина!» Собственно, через несколько часов я сдала. Ну, теорию, конечно, я сдала. Я не только за себя, но и за двух парней, которые прекрасно владели транспортным средством, но никак им не удавалось сдать. Вот ленивые они, не хотели учить билеты. Ну, а ты любишь водить машину? Или все-таки это вот гены еще папины? Потому что он же у тебя был водителем, насколько я знаю. Да, у меня папа водитель с многолетним стажем. Я люблю водить машину, но последние 3 года я совсем не сидела за рулем. Мне иногда очень хочется, я скучаю. Просто я понимаю, я гиперответственный человек. Допустим, за все те годы, что я сидела за рулем, у меня не было ни одной аварии. Только в первый день, в самый первый, и то это не считается. Это не по моей вине. Я ответственный водитель, и, наверное, сейчас уже я отвыкла от руля, и мне нужно будет повторить какую-нибудь школу. Дочку ты тоже сама учила водить, и уже приобщаешь ее к автомобилям. Я знаю, что на 8 марта ты ей подарила какой-то такой автомобильный подарок. Расскажи, пожалуйста, об этом. Да, это игрушка, игрушка. И она действует по принципу «оттолкнись ногами». Но буквально через месяц я подарю ей машину, которая заводится ключом. Она настоящая, маленькая, поворачивает, сдает задом. В общем, все по-взрослому. Но мне все-таки кажется, что мальчикам дарят такие подарки, а у тебя все-таки девочка, но ты все равно как-то вот ее к автомобилям приобщаешь. У меня, например, в детстве была одна кукла. Мне больше нравились мальчиковые игрушки, машинки. Может быть, Саша у меня такая же. Я нетипичная девочка. И манера вождения, когда я водила, у меня была достаточно сдержанная, малоэмоциональная, уверенная. Могу сказать, что я никогда не закрывалась руками. Ну, то есть говорят, что девочки бросают руль и испуганно закрывают лицо руками. Я могу сказать, что это не так. Во всяком случае, среди моих подруг таких нет. А первую машину помнишь свою? И воспоминания все-таки связанные с ней? А это был Мерседес, ЦЛК или ЦЛС. Я просто не помню уже. Для меня она была живой. Собственно, с ней мы учились делать все вместе. И я знаю, что когда я впервые попробовала войти в поворот, очень резвый поворот на высокой скорости, 80 км в час, и потом об этом пожалела. Все прошло хорошо. То есть я была ей благодарна. В сети есть фотография одного из автомобилей, и там написано, что это подарок мужа. Вот расскажи про этот автомобиль и что это было за машина. Это семейный автомобиль. Сейчас мы с мужем обсуждаем, нужно ли мне свою маленькую машинку. Но на тот момент он подарил мне большой автомобиль представительского класса, Мерседес, для того, чтобы можно было ездить в безопасности с ребенком, работать во время пробок в Москве. Вообще, конечно, вечный вопрос, когда у тебя свой водитель, это здорово или нет того кайфа. Я часто жду выходных водителя, чтобы с мужем просто поездить вдвоем. О чем ты занимаешься в пробках? Я работаю, я за компьютером. Я отслушиваю песни, которые мне присылают ребята, которые хотят попасть в лейбл. Я отвечаю на письма. Учу песни, я распеваюсь, я сплю. Кстати, по поводу распеваться. Я увидела у тебя в инстаграме кучу поклонников, фанатов, которые присылают тебе ремиксы на песню «Импульсы» и прекрасно поют в машине. А сегодня я хочу как бы тебя все-таки попросить спеть в автомобиле. Ну что, значит, погнали. Я сквозь мембраны впускаю звук, ритм изнутри играет сердца в стук. Мы высоко в разноцветных тонах, но в какой частоте унесет небо нас? Отпускает, вот же моя камера. Да, 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 именно. Ноч не отпускает, ноч не отпускает на сына беспощадно. Отпускает, ноч не отпускает, ноч не отпускает на сына беспощадно. Да, в машину я повезла. Браво! Спасибо. Я всегда завидую людям, у которых голос. Катя, можешь мне тебе вопрос задать? А ты когда за рулем, вот, не во время встречи, не во время съемок, передачи, а что ты слушаешь? Радио и разговорное, музыкальное или ничего? Я слушаю звук мотора. И я. Понимаешь? Да, да, да. Я обожаю запах, ой, запах, звук шипованной резины весной, вот это так, чик-чик-чик-чик по асфальту. Я обожаю звук мотора, звук ветра, поэтому я, конечно, в машине в основном в тишине. Я знаю, что у тебя есть лабрадор. Да. Цвета шоколад. Да. И он съел тебе машину. Да, это правда. Расскажи, пожалуйста, поподробнее. В общем, Миша, так зовут мою собаку. Это она или он? Это девочка, она. Да, мне просто нравится называть девочек Сашей, как моя дочь Мишей. Не знаю, кто будет дальше, Олег. У нас была БМВ, не, семерка. А Миша ее погрызла, да, бампер погрызла. Бампер? Бампер, как? Как своими зубами? Да, я много слышала про лабрадоров. В музее я видела рентген лабрадора, когда она проглотила собаку вот такой нож. И значит, и все в порядке, она осталась жива. Собака лабрадор – это супер-желудок. Она может съесть все, что угодно, и машину целиком. И, собственно, да, погрызла, и дом погрызла, и в тот же день она погрызла машину. Ругала? Я – нет, я считаю, что это не поможет. Все, ну, это уже сделано. Я подвела просто ее. Она все понимает. Собака все понимает. Мы ее вообще не ругаем, не наказываем никогда. Я, когда готовилась к программе, посмотрела, естественно, твой клип «Ревность», где ты просто в конце разрушаешь автомобиль. Точно. Красный внедорожник, который превращается в… Там не было внутренности, не бойся. Да? Лук устой, да, это была коробка. И мы его вернули потом на место тому же хозяину. А расскажи поподробнее вообще про съемки и про вот эту автомобильную часть. Слушай, я никогда не била машины. Я никогда не хотела кому-то отомстить, чтобы что-то испортить. В клипе пришлось. Девчонка-героиня, которая должна была разбить автомобиль, она очень стеснялась, у нее как-то вот не было вот того азарта. И я решила показать ей, как надо. И мы это сняли. Это потрясающее чувство, когда разбивается стекла со второго или с первого удара. Не жалко было? Вот саму машину жалко. Вроде бы, ну, то есть за что? За что ты просто портишь, да? Имущество. Имущество, да. Но она счастлива была. Ее потом починили, вы не волнуйтесь. Ни одна машина посерьезки не пострадала. Елена. Да. Спасибо за интересную экскурсию, за рассказ про автомобили. И мне, конечно же, хочется услышать теперь про твою машину. Я вижу, она вот с правой стороны от нас стоит. Это Мерседес С350 в 222-м кузове. Пойдем ее смотреть. Шикарный черный Мерседес, друзья мои. С350. И Елена нам сейчас расскажет все плюсы и минусы этого автомобиля. Хорошо. С чего начнем? Ну, вот смотрите, у меня достаточно много места. Вообще, здесь ничего нет девочкиного. Это не мое. Это не мое. Розовые мишки, белые овечки. Моей дочери год и три, поэтому она имеет право иметь в машине игрушки. А вообще, я просто, я не знаю, что здесь. Но сейчас давайте вместе смотреть. Просто бывает, знаешь, что-то остается, ты ее складываешь, складываешь. Видимо, нам нужны были когда-то пластыри. Таблетки от головы. Помада, розетка. У меня просто в машине здесь розетка. Это очень удобно. И плойка, и все. За рулем ни разу не сидела. Многие отмечают, что здесь скользкий руль. Хочу. Хочу. Давай. Елен, мне, конечно, хочется поговорить все-таки про технические характеристики автомобиля. Вот я его завела. И многие, например, отмечают, что когда выходит солнце, то абсолютно не видно приборную панель. Неправда. Все видно прекрасно. На этот автомобиль тебе никогда не хотелось все-таки за рулем поучаствовать? Нет. Этот автомобиль я совершенно не ассоциирую с собой. И, то есть, это не моя игрушка, это не вторая. Я, у нее нет имени, у нее нет пола. И я не прощаюсь с ней, не глажу ее. Ну, то есть, может, я, может, я отличаюсь от всех водителей, конечно, но я не могу этого понять. Какой будет твой следующий автомобиль? Думать надо. Автомобиль. Мне очень нравится УАЗ. Мне очень нравится, что... УАЗ Патриот? Да, Патриот. Мне очень нравятся какие-нибудь такие внедорожники неаккуратные. Мне нужно, чтобы трясло. Я не люблю мягкие машины. В гостях у нас сегодня Елена Темникова. Я не могу ее отпустить без того, как она мне откроет багажник и не покажет, что у нее еще... С удовольствием. Да, пошли. Я не знала, вы бы хоть предупреждали, что будете? Ой, ну смотрите, как мне повезло. Собственно, это зонт. Мы им очень часто пользуемся. Он нам очень помогает. Вода. Сумка Дмитрия. Ну и, собственно, видите, да, средства, чтобы можно было экстренно протереть стекла и салфетки, и салон. Вот. Ничего сложного, особенного нет. Миша! Это моя красота! Красота моя пришла! Миша! Шикарный шоколадный лабрадор появился у нас в программе. Видимо, это тот, который съел бампер. Я ему безумно нравлюсь, ей точнее. Да, Мишка, привет, скажи всем. Елена Темникова была в гостях у нас сегодня. Каренина на Авторадио. Шоколадный лабрадор. Счастливо, пока!